Друзья всем привет хочу показать вам рассказать за генератор Розказать своє мнение по генератору я не знаю уже не воно месяц есть или больше как мы его купили Ну десь так да надо глянуть коли мы его купили Бо пишут який расход и что ты лично скажешь ну вы знаете что я с ним не панкаю с генератором У меня нема такого берегти его там я пользуюсь с ним ну можно сказать на полную катушку И он работал у меня почти под полной нагрузкой то есть десь 2,5 кВт то есть бывает что тянет постоянно 2,5 кВт И первое расход топлива расход топлива если в моем режиме он под нагрузкой вот допустим немае света 4 там 5 часов я его завел все работы все ну то есть иде обычная нагрузка Все насосы запитаны весь дом то есть все холодильники а у меня их не один Розход 500 грамм у час от 4 часа я уже знаю 4 часа это 2 литровая баклажка у нас как отключают допустим на 4 часа я знаю что у меня 2 литра воно здесь бензин А если без нагрузки ну то есть обычная самая лампочка одна холодильник ну то есть мы не робим ничего не пиляем болгарочками маленькими или средними то расход меньше А під нагрузкой мы уже высчитали я як заливав поверх закривав и включаю на 4 часа 4 часа проходить и опять доливаю повный под крышку И чтобы я понял и ухода ровно 2 литра в 4 часа то есть 500 грамм это первое друге масло я не менял вот как залив так и есть воно нормально светлое ну не бачу смысла его менять Зали были такие периоды что он у меня тут на улице стоял и ночь пройшла морозно были морозы и на 2 день утром мне надо было его завести без вопросов Закрыл воздухан зажигание пару раз дернул и завив ну то есть вообще без проблем ну лучше конечно его держать в каком-то степле он как я держу там у себя в бытовочке то он там нормально А так чтобы сказать какие-то нарекания на него нема и также я решил покру поручки покру поручки вся проблема в том что Что той двигатель яку мы пытаемся запустить он на 380 переделан на 220 я уже балаков что он обычную крупоружку магазину ну вот эту маленькую Вин обычный и тянет она запускается все нормально то есть можно на крайняк купить маленькую крупоружку С двигателем на 220 и не морочить голову я от генератора не варю ну то есть сварку не включаю чисто таке все по хозяйству и я вам скажу я купил генератор Ну я не кажу именно цей ну любый генератор я купил сейчас у нас все знают в Украине какие события происходят с электроэнергией поэтому я купил генератор Выключает свет не выключает свет мне вообще получается как бы я не переживаю ни за что не думаю а раньше как выключали свет я сразу думаю ой ё-моё а як же же Порося там воды набрать как туда со скважины накачать в сарай как туда с колодеза накачать в бак и вот такие постоянно мысли а вдруг опороз как я Порося Ну от Порося вилезло со свиноматки его надо сразу обогреть хорошо что мне делать ему хотя бы первые сутки погреться там надо Під лампами чтобы оно не ну нормально живенькое Порося было эти моменты они меня как бы мучили я купил ну да оно не дешево я его брал за 22 300 не дешево но купил И уже от месяц пользуюсь ну и честно не нарадуюсь я знаю что ну така ситуация чтобы не было свет выключил я уже грубо говоря У меня есть генератор это самое главное это опоросы красные лампы вода а так именно подробленки что насчет крупорожки мы сейчас стараемся у нас больше тонны надроблено постоянно а то даже и 2 да ну то есть постоянно надо мы чуть-чуть используем кил 200 300 сразу додробили чуть-чуть используем додробил то есть всегда объем надробленный и чорной макухи и соевой макухи и зерновой группы и также у меня в НЗ лежит еще он полный душ набитый там тонны 2 отруби а может даже и больше отруби в мешках сложено там все этот я забыл весь душ вон в сухом получается воно в сухом помещении там вода не капать все нормально то есть тоже лежит друг не буду так света буду мешать уже свои отруби бояк все не можу никак использовать а так использовать ну короче по генератору что писали ну претензий вообще ни каких нам ничего не ломалось не сыпалось нигде ничего ну зови вироби все самое главное не забывать отключать свет на счетчику как пропал свет выключить на счетчику автоматы все и пользуется этот и делюсь а допустим знаю примерно коли должны включить свет пишу на счетчик глянула вимена но образца сразу там табло светится эти индикаторы всякие включили свет я пишу заглушив генератор все выключил вытянул с розетки пишу включив счетчик и все а так ну да дуже довольны че надо было мне брать мощней нет не надо мне было брать мощней цехи башу из-за крупоружки брать 9-10 киловатт воно мне не надо то есть а так пока есть свет я все подгоняю до айска айска рада тоже что есть генератор что красота не пропадут ну и также запасаются бензина вот мы на одна канистра но она спид масла это мне тиску хадав спид масла хочу я хоть вимить и чтобы нужно заправить бензин так же мы на есть вот таки допустим пару канистр я тоже заранее заправим и все у нас стоит полно в меня их две штуки а то хочу цюще вимить и там все есть таки капроновый тоже их по новому то есть потихоньку как бы чтобы мне это в принципе если чисто для воды и для пересадок хватит канистр на ого го сколько мне что включил на 10 минут накачал воду утром накачал воду вечером выключил это самое главное а опоросы редко сейчас у меня пройду два опороса и потом уже 4 месяца опоросов не будет вообще ну то есть вот так ну все равно есть есть и хорошо что есть думаю потом даже в будущем что есть буду здесь буду его использовать здесь может на выездах че щеды сейчас он чуть-чуть прогревается а пока друзья покажу какие у нас дела обстоятельств стройка и вообще к у нас погода у нас идут дожди снег слякоть грязь стройка грубо говоря стоит вообще ничего не двигаемся ничего не робим и дядь Саня трохи прихворил думаем если все будет нормально там я дивился по погоде то зверторка вроде бы уже там плюс 12 и и дождей не будет ни снега ни дождя то есть можно будет что-то сделать я уже думаю хоть бы успеть поставить сами фермы и накрыть крышу а это самое главное а то уже стены то уже таке постепенно по погоди там зробим не спеша самое главное накрыть а так оно все тупо стоит ничего а так как мы догнали весь брус поверх как сделали посадочные места для ферм так они все есть а нам сейчас надо ту сторону доробить и потом накидывать фермы ну то есть оно все вроде бы и не много работы так подумаешь ну ходить грязь смесить и тут аж сварку тягать и ну мокро все то есть стройка стоит так можно подумать а вот если погоды нема что вы робите я вам сейчас покажу что мы работаем как нема погоды на улице чтобы пробить и чем мы занимаемся я вам все покажу и расскажу мы уже управились з утра это я сейчас просто ролик думаю вам сниму покажу тут а мы тоже уже управились он где покажем сухо тепло отлично шикарно просто им тут алофейн градусника у меня нема но так по ощущениям градусів 25 сухого тепла там внутри то есть их багато воно им тепло и уже с первых чисел следующего месяца начнем уже начинать уборку тут а как уборку убирать на мясо но так короче вот такая погода кто там пишет стас шо ты як ты там чем занимает а но ты мне занимает все стоит вроде бы вчера на ночь был мороз то было я думаю что мы будем морозить можно будет что-то делать а не сегодня вот так порозбирали мы эти столи длинные где варили фермы что для ферм робили шальовку убрали и там тоже разобрали будем ци козлики разбирать все короче все порозбираем воно нам не надо нам надо фермы туда накинуть и начинать закручивать на ферме брусы и крить профлистом профлист я уже купил профлист лежит накрытый где ждет слогу вот так друзья пошлите покажу чим мы занимаемся как вот такая погода и как мы лежим на диванах вот друзья отсюда мы нюрку перевели тут она была нюрка мы перевели ось сюда вот вот наша нюрочка нюрка нюрашка сейчас тебе я бучок дам вот а ту клетку века сейчас начиная размачивать и буду вымывать та клетка будет такая самая киоси целом и одинаковые две оси ца клетка та клетка тоже такая грязно было и века так по ну поочередно по одной клетке и все этот все вымывал пока я занимаюсь своим также пока века тут занимается клетками я занимаюсь тут а получается у меня тут а метала не хватало у меня тут был плоский шифер и плоский шифер заканчивается а тут чтобы у вас дырка сантиметров 15 и они выламали его я шифер аккуратно обрезал и наварил прутки отута и также самого ось отута потом я это все думаю зачистить но тут повечищать дешево и по подкрашим по грунту ну не подкрашим по грунту им чтобы оно не гнило и не ржавело и таким образом мы подготовим клетки уже для нового запускания за сараем надо дивиться не просто так сарай построил все хорошо все красиво свиней запустил прошло пів года все черное грязное и все ужасно нет за ним надо дивиться постоянно мы и так и получается год ничего не робили да вот и потом от у века начала станки вымывать каждую секцию отдельно и ось это поочередно по клетке она не спеша потихоньку по клетке по клетке и все как вы бачите все чики-пики и также тут а у меня ось и бизяна была прогрызла дырку если я бросил или замажу вверху и запущу сюда вон и вырастут вон и педируют его все мне тут надо сделать я просто еще до чего не дышу вырезать такий квадратик но тут и ямко ты его повырезать выдолбать и залить щебеночку с клеем с клеем цементом для плитки клей цемент щебенка и хороший сделать бетон и залить аккуратно и вот это вот такие ось моменты постоянно если нема погоды и невозможно работать на дворе работа всегда есть вот занимаемся тут внутренней также по усилювали каждую клетку ося такими вот типа как связи кинули зачем мы их кинули потому что оно то нормально все но у меня был случай 2 здоровых 2 здоровых кабана ось вот эти клетки начали биться ось вот эти это все до до манюня и они билися до той до так билися что вырвали получается трубу вона меня там забетонирована и и россии просчитали что мы нам даже трещина пішла на бетоне я кинул уголок и все я забыл что это такое и думаю то не буду я ждать пока тут такое случится и везде я кинул по такие вот где трубка для арматуры на чтобы оно ну знаете лучше как лучше и так само что тут надо кормушку почистить бункер ну подивиться что и как это кормушка со стиральной машинки яка у нас канди была с нашей старой стиральной машинке канди а ця кормушка бункерна это одна из самых-самых первых кормушок все она в каких только сараях не было тут тоже получается одервали арматуры ну вот тут вот перемычку и мне надо трубку наварить на передню стенку сюда усилить потому что она уже тоже сколько год подношена ну еще пид ремонтируем пидвар им все пару год послуга и так пока клетки пустит дивимся за с ним и также по нашим поросятам он вон его то и бей у си 8 штук поросят живи здоровье все хорошо пиратиками вчера пеймали и тоже проколол он пират получается самый крупный з усих самый таки мощный не будем не будем обезьяна не будем и сейчас туда сюда подходе время ожидаемо порос от тети нюры и тети киевлянки да нюрка поела и лягла киевлянка сейчас трошки по гице и тоже ляже короче так друзья и так же смотрим ся за потолком от века уже повимивала оцю часть ось оцю часть и начала центр и сейчас дойдем на ту часть от бачите где мухи по где мухи по обсирала провода трубка ты мухи именно на провода ось провод и дэ провода трубки и века ты тоже вимыла и это все устраняем и будет потолок ну таки сами как он на той стороне покажи век всю ту сторону а ту сторону века всю зробила уже ктось каже тебе века хорошо помогает конечно помогает без веки как и ноль без палочки конечно мы вдвох одна команда и еще и как что-то так грандиозное надо помогать там постройки по что-то подавать помогать то богдан помогает мы ему кажем он помогает а так он учится ну короче а так а в основном мы вдвох ось с утра встали погоди нема нічого немае а роботи всегда валом то есть не приходится такое робить нічого дня погоди нема нема на вулице тут а есть хочешь зароблять на свиноводстве это постоянно постоянно з утра до вечера ты чим заняты постоянно он даже нюрка не даст брехать да нюр сейчас я тебе яблочко принесу и ты нюрашка оце порода кантор или там порода дюрок сам и сам и таки спокойно от я не крути как не верти сам и спокойно это и кантера и дюрки сам и бешене петре не сейчас яблок им принесу на нюра нюрочка на яблок не хотят так давай к тебе киевлянка кинем давай кнопочки кинем на кнопок тоже десерт это мы сейчас утро управляемся мы управились обезьяне я яблока не даю если вы свиноматка не кричит если свиноматка корма я ей ничего не даю не яблок не абрикос не гарбузів не кабачки в ней свій корм сухий до кого привыкли поросята через молоко а так я ничего и не даю потом як уже заберем порося то и ей буду давать какие-то вкусняшки да марта короче а так получается я так постепенно постепенно усе моменты по сарае мы зробим так же мене еще не сделаны задвижки на вытяжки вот мы вытяжки забили покрывалом ну пока думаю тут поросята забью а вообще меня и там я забил мешком а то одно оставил открыто вообще надо сделать задвижки на вытяжки изнутри их утеплите утеплительным сотражателем чтобы они не пропадали и чтобы я мог закрывать бояк опоросы у меня там два-три опороса я вытяжки закрываю напротив опоросы так по сарае думаю все рассказал показал оце друзья таки от у нас дела ось тоже чисті станки були ось а ці два вообще чисті их века повимивала опоросы пройшли все поза позамазывалось и их тоже сейчас будем поочередно приводить порядок ну короче надо дивиться не так что зробил сарае и все и на 7 забыл свиней держишь аби считалось да ось дивиться какая разница ось две одинаковые клетки ось одна он другая а если не дивиться ну все поналипает все по залипает этим навозом и потом вообще тяжело будет с ним справиться короче вот так тут так само в бак набираем воды там прям с насоса со скважины и где вход и просто розетку включил провод набрав и все и таки же сами тут а у нас поилки таки же сами как и там везде питали как я их закрепил приварив просто тупо приварив заднюю цю крепилку цю крепежку приварив и все оно же мне не надо а если мне надо снять я вот просто шланг отключил нажав и вытянули через низ обслуживаю ну думаю так постараюсь все показал кормушки мне самое больше нравятся ось вот такие самое больше понравился такие сундучки правда ось ну обгрызает бачите края ну это не критично воно с дуба ну то есть так эмоции надо сюда якийс брусов на положить чтобы они ну самое больше мне понравился ци из всех кормушек пальцы он а той сундучок тоже противоположен покажи оцей тоже дуже таки жесткий хороший и ось эти две кормушки ось отута оця ось дуже жестко з ней не высыпают и едят то есть воно все на миске так же писала что это в тебе за тент висит это тент ось бачите я открыл все витер на низ не дуе по бокам не дуе на поросят на молодых там слинок не задуває а чисто по верху идеи вытягиваю витяжки сейчас закрываю по поросятам аль лучше я кучу еще не зробили не задвижки ну я вам скажу я так дуже доволен наверное их и не буду робить а так он и будет это все векна с холодильника что мы поробили и эти сами тоже ж векна были черные их просто чтобы повымивали все ну а ця сторона у нас закрыта отражателем чтобы на ночь не было видно что там свет горит бо поросята красная лампа ну чтобы не видно было ну короче вот так ну а поросята ростут 8 штук живи здоровы все отлично все все хорошо пидростайте я сам замечаю як вони ростут дуже хорошо